ДИСКЛЕЙМЕР Давай строго за ним стартовать. Всем привет! С вами канал Менеджер Антон и я Андрей. Сегодня мы подробно рассмотрим Шкоду Октавию РС, которая у нас уже не раз каталась. И поподробнее про нее расскажем. У нас тут небольшая движуха. Мы в тусовочном месте города Белгорода, где тусуются автомобилисты и мотоциклисты. Сегодня мы их привлекли для того, чтобы покататься со Шкодой с места. Потому что, если честно, при ее динамике 4 секунды до 100, сложно найти соперником автомобиль именно в нашем городе. Позвали ему в соперники сегодня Honda CBR F4. Это шестисотка карбовая, одна из последних карбовых шестисоток. Которая показала замеры динамики 4,5 до 100 и 1209,7 секунды. Сразу еще в подмогу Suzuki Jixxer. Это литровый мотоцикл. Он современный, на инжекторе он едет очень быстро. Сто двести меньше пяти секунд. Это очень большая динамика. То есть даже GTR Stage 2 не проедет этот мотоцикл ходом. И просто встретили, скажем так, ребят на светофоре и решили заодно погонять вообще в целом. Показать динамику мотоциклов, показать динамику Шкоды. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что тебе уже совсем не с кем гоняться? Вообще, много мотоциклов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok 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 Супер мощный мотоцикл, вот такими способами колхозными. Короче, одни неудобства, просто одни неудобства. Вот эта вот система телефон-приборка ужасная. Сколько думаешь он поедет? Перед половой лучше уходить. Нормально. Делаем ставки, четыре с половиной секунды до сотни. Ну, сейчас он, мне кажется, плохо переключался, да? Ну, он поехал плавно, это литр, там, если пережмешь, его закозлит, как бы. Ну, он в отсечку ушел один раз. И он померил. 4,2, стоп. Артем угадал. А топ-спит почему-то? А у тебя какое? У меня? 3,9 лучше. Это джиксер, литр, 0,100, 3,7, 100, 200, самое интересное, 4,9, 5 секунд. Знаешь, как ты ее продаешь, так валит мотоцик и делает? Ну, не одному же мне кайфовало от такой машины. Одна в России. Нет, не одна, есть еще дядя Саша в Челябинске. Вот там тоже Шкода едет очень хорошо и бодро. Мы берем два Allroad и будем в нормальной контекции. А мы здесь подвеску сделаем повыше и поедем в Offroad. А есть у нее имитация? Да? У нее есть имитация? Конечно, есть. Или она как Subaru будет беспомощная на одном колесо? Нет, Subaru даже, мы же заезжали с Subaru, они даже не конкурент совсем. Я про грязь говорю, Subaru они в грязи вообще говорят. Особенно в RX, на передний свободный, иди в сзади, там что-то непонятно. Но Школа 100% поедет, не только по асфальту. Поехала Honda SBR F4, спорттурист, на карбах, старенький еще. Посмотрим, сколько пока. О, разогнался. 0,100, 4,5. Медленнее Шкоды. 1209,7. Почти 10 секунд. Да, почти 10 секунд, 120. И вот 0,100, пожалуйста, 4,5. Для любителей Quater, а вот Quater 12,5. Для любителей 100,200, 9,7. 100-300, покажи. 100-300 нету. Ну, давай, иди, воедет. Слушай, вот так, вот. Слушай, вот так, вот. Давайте пробежимся по установленному железу в эту машину. Это турбина К-04, это интеркулер, это впуск, это выхлоп. Выхлоп здесь стоит, кстати, титановый. Он весит всего лишь 8 килограмм. Также здесь стоит подвеска от Бельштейн. Также, само собой, алюминиевые рычаги и всякая чешуя. Но давайте поподробнее о именно моторе. Это опять очередной скучный лак. Под капотом у нас мотор, карбоновый впуск. Ну, буквально парочка синих патрубков. И у нас мы видим, что прошивка стоит от Рева. По этому поводу отдельная история. Эта машина имеет варианты двух прошивок. То есть, она была прошита EPR с TH3. И предыдущий владелец решил, что ему не нравится. Контора EPR, может, как-то не так ехала, может, что-то еще. И он перешился в Рева. У нас в городе есть представительство EPR, но эта Шкода так и не увидела эту прошивку. И в итоге она ездит на Рева. Возможно, потому что она действительно едет лучше. Возможно, нет. Возможно, тот, кто купит этот автомобиль, узнает разницу между EPR и Ревой и сам ее прочувствует. Мы же ограничивались только этими знаниями. Кстати, вот в предыдущих роликах многие меня стебали, типа, я не люблю Рева и прочее. У меня нет никакой неприязни. Вот автомобиль, он офигенно едет на Рева. Но у меня дизельная машина. И в дизельном тюнинге Рева это просто днище. Ну и самое главное, изжиминг этого автомобиля. Почему мы здесь видим мотоциклы? Потому что эта машина может конкурировать даже с ними, даже с литрами на первых 100, возможно, даже 200 метрах. Потом, конечно же, ее обгонят. Это система полного привода, которую сюда доустановили. Это система полного привода Haldex четвертого поколения. Также здесь установлена коробка DQ500 от бензиновой версии машины, не от дизельной, как ставят многие, потому что она дешевле. Тут вообще в машине никто ничего не экономил. Здесь стоят распорки, самая путевая коробка, самый путевый впуск и так далее и тому подобное. Машина просто вот владелец ее очень любит. Предыдущий владелец ее тоже очень любил. И напихал в нее просто все, что можно. И самое главное, все самое новое и качественное. Именно поэтому, вот мы говорили про динамику данной машины, это 4 секунды до 100. Иногда даже из 4, 3.8, 3.9 это был рекорд. И также 100.200, это низкие 10 секунд, это был рекорд. И вот буквально вчера мы тестировали еще раз перед записью видео, чтобы как бы не ударить в грязь лицом. И прямо на видео вам сняли, что она поехала 10.6. Вот у нас RaceLogic V-Box, не спрашивайте, что это за приложение. Это RaceLogic V-Box. Просто уже реально надоели. Веримся ходом с 4 передачи. Включаем старт, мануал, поехали. Так, замеры у нас показал. 100.200, 10.66, ну 10.6, да. Сейчас, напомню, лето, машина показывала низкие 10 секунд по зиме. Ну не зиме, но было холодно, короче, однозначно. Было сильно холодно. Сейчас покажу машину снаружи, чтобы не было ни у кого вопросов. Я не ехал с ланчика. Так, вот машина, 17 колеса. Вот владелец, который переживает за машину. Время, еще раз говорю, 10.6. Раз уже заговорили про динамику, поговорим о мощности автомобиля. Автомобиль показал на диностенде 360 сил и 500 ньютон момента. На обычной 98-й прошивке, причем у Рева есть несколько прошивок под 98-й бензин. Там послабее, посильнее и там самый сильный. Вот эта машина показала эти результаты на самой обычной программе. То есть никаких там суперсосов не было залито. Кстати, машина на данный момент продается. Она продается на Авито. Вы можете найти ссылку у нас в описании. Также вы можете проверить эту машину по автотеке и вообще посмотреть на всю историю о ней. Вот объявление. Также вот здесь вот, для тех, кто не в курсе, можно получить отчет от данной машины WinFBit. Вы можете посмотреть, что с ней было, сколько владельцев и прочее, прочее. Но мы вам и сейчас кое-что расскажем. Данная машина вообще практически в идеальном состоянии. Единственное, что когда-то давно у первого владельца произошло небольшое ДТП на парковке. Ему девочка въехала в задний бампер. И так как он очень тщательно и трепетно относился к машине, он вызвал полицию и сделал полное оформление данного случая, чтобы при дальнейшей продаже у него не возникало никаких проблем. И вот как бы больше нечего сказать. То есть из реальных косяков это только то, что бампер был перекрашен. Но так даже если пойти сейчас осматривать кузов этой машины на пример каких-то царапин и прочих, их нету. Владелец действительно трепетно к ней относится, полирует ее два раза в год, покрывает ее керамикой и прочим-прочим. То есть, ну, просто это одна из тех машин, к которой ты подходишь и ты не понимаешь, сколько ей лет. Тебе кажется, что ее купили недавно. Если кто-то захочет проверить машину, посмотреть, он может обратиться к владельцу. Если он не хочет обращаться к владельцу, он не верит его словам, он может зайти на автотеку и посмотреть полностью всю историю, и понять, что все, что мы сейчас рассказали, это правда. Он занят тебя полиции, и он хочет тебя задержать. Он сейчас тебя дубинкой отходит. Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok